привет друзья меня зовут аида и вы на моем канале посвященном вязанию и как оказалось крашеню пряжи а сегодня у нас 2 марта а это значит наступило время первого для моего канала видео о готовых работах что я связала в феврале связала я немного потому что больше красила красила хотя тоже покрасила немного но я все-таки учусь я училась красить и я думаю что достаточно успешно я расскажу вам в этом видео об этом в этом видео тоже начну я конечно связальных моих готовых работ и самая первая работа это самая большая работа февраля это худи по мастер-классу михайловой алены вязала я его своей старшей дочке я наверное намазали лава уже глаза этим худи потому что с ним связана страшная история о том как он у меня полинял это была вторая покрашенная мной пряжа казал бы 2 и он полинял это вот было изначально белой полосой то есть это было белое и линька ему я бы сказала пришла на пользу ничего не убирала вот что вот видите да что торчит это не ниточки торчат необработанные это капюшки такие потому что свитер носился худи носился худи предполагал здесь в воротнике веревочки шнурочек был айкорд вот из такой вот тех самый темный фиолетового пряжи но у меня ребенок все сует в рот засовывает видимо не знаю так стресс снимает или не знаю развлекает себя на в общем я заметила пару раз эти этот айкорд у нее во рту а поскольку краска который я красила она красится я предположила что наверно это не безопасность от ребенку я просто сняла чтобы знаете быть уверены что точно никакая краска и в рот не попадет вот свитер носился пару недель буквально каждый день стирался он наверное три раза вот показываю вот эти вот карточки ничего не убирала показываю вот они они легко снимаются но от них тоже пушок остается то есть по нож и он 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 просто поношенный он выглядит по нож и вот видно да ну он от этого не стал менее любимого моей дочки связан он снизу вверх с карманом с большим воротником у алены в мастер-классе предусмотрен еще вариант с капюшоном или предпочла именно воротник и я хочу вам сказать что я достаточно сильно научилась с вязанием свитера но это не в укор не за счет того что описание было с описанием что-то было не так описание мне очень понравилось описание могу рекомендовать больше того алена она была так добра что она всем участникам подарила возможность выбрать любой мастер-класс и и бесплатно я выбрала на по пейсу детскую или не детскую взрослую она пошла еще дальше в своей доброте и щедрости и подарила прислала мне два мастер-класса лапопейсы и взрослую и детскую вот спасибо большое на это правда это это ну а все грусти который который покорил меня в самое сердце вот да и вот это вот то что вот здесь видно да вот это висит катышка казал дубе вот так она снимается и линяет линяет каждый раз так как будто никогда не был стиран то есть вот я опускаю воду я снимаю она вода ярче чем вот самый яркий розовый цвет понятно да что я красила клубочки 50 граммовая казал дубе у меня было два два клубочка этого цвета два клубочка этого и так далее и полтора клубочкой или один клубочек белого вот вязала я его училась первый раз взял снизу вверх без швов для меня это было челленджем но я справилась я очень рада потому что я справилась и я на самом деле мне очень нравится эта модель и я хотела себе тоже такую штуку связать сделать такой фэмили лук ну понятно что естественно я казал бы его больше красить не буду вообще пряжа мне понравилось в носке все-таки да дает о себе знать видимо акрил но окей давайте двигаться к другому к следующей готовой работе это была повязка на голову или которую я связала по мастер-классу катя с каналах юга в петлях у меня нет этой полосочки и хочу сказать что сегодня на улице 24 градуса вряд ли у меня дочка в ней в этой полосочке все сумки и рюкзаки и у нее прошелестела там провязочки ты не нашла ну не знаю будем искать будем искать куда она могла деться куда у нее откуда ножки выросли куда в какую сторону побежали повязочку или очень любит мне тоже очень понравилось мы хотели связать тоже опять же фэмили лук но у меня не хватило пряжи обязала я эту повязку на машине на своей silver lead 280 60 в два в два слоя и до использовала я для соединения мастер-класс катя я уже сказала вязала я ее из пряжи 200 метров на 100 грамм супер ваш мирина который мы с элечкой красили сами красили мы это снимая на видео если вы не видели это видео то можете поинтересоваться вот я тут оставлю ссылочку как мы красили этого пряжа про пряжу расскажу тоже позже и до ушло у меня на нее 60 грамм почти эту повязочку так следующая работа бактус бактус я вязала в школе шального дизайнера который организовала который организовала марина замечательная девушка у марин тоже оставлю ссылку вот такой бактус вязала я его из пряжи тоже ручного украшения но пряжу красила не я пряжу красила молодой человек американский бруклин бойниц и у меня на нее ушло 2 ма . 200 грамм ровно тут тоже 205 метров на 100 грамм такая секционного окрашивания пряжи бактус мне очень нравится получился небольшой такой шарфик и я на него написал описание сделала схему составила и вот сейчас у меня заканчивается тестирование отвязывает уже два бактуса готова 2 еще заканчивается хэштег легрант dragon wing такой бактус мне нравится и последняя работа последняя а последняя работа это были блумерс и моей младшей дочки мини которые я вязала из они так на камеру такие широченные труселя выглядят но они действительно широковато немножко на четырехмесячного ребенка может быть стоит их заблокировать еще раз точнее их не блокировала не без блока у меня из сушильной машины вязала из лизы cotton gold 166 цвет ушло у меня 40 грамм на них чуть меньше 38 или 36 вот и вязала я пока вязала снимала мастер-класс мастер-класс принципе можно конечно любые штанишки связать поэтому мастер-классу потому что связаны они с ростком до трусы труселя трусишки с ростком них охры-мухры вот так вот выглядит они сбоку и вот так они выглядят спереди и примерно также они выглядят сзади хорошие трусишки будем их носить летом с большим удовольствием это модель которая достаточно популярна в европе в европе и носят на на колготочки из шерсти вяжут такие bloomers и в америке их носят больше на просто на подгузник чтобы припрятать подгузник на голые ножки мы будем тоже носить на голые ножки потому что у нас не очень холодно у нас даже летом сильно не холодно очень жарко вот и это все мои готовые работы на за февраль еще у меня есть один готовый носок я вижу сейчас второй носок поэтому мы с вами плавно переходим к процессам быстро я прям вот быстро просто покажу второй носок который я утащила там не покажу второй носок кажется ничего лишнего не вырезала сбегала принесла носочек вот у меня в таком состоянии сейчас вяжется опять же очень приятно вязать из пряжи вот это кусочек пряжи которого мне хватит чтобы довязать вот этот носочек до конца то есть там внутри под этим оранжевым там такой же шоколадный цвет а вот этот моточек остался после остается после если вывязывание этих двух носочков то есть весь мой шоколад аппетитный он вот остался вот в этом моточке потому что покрасила я целую пасту 100 грамм а на носочки соответственно уходит не больше 80 иногда и меньше я кстати не взвешивала надо будет взвесить в марте снимать готовить видео готовых работах да поэтому у меня градиент получился такой не очень полный я оторвала нитку вот здесь потому что длина я уже не устраивала оторвала нитку и несколько рядов провязала самым шоколадным просто хотя бы хоть как-то чтобы началась с пяткой супер яркой пятка выглядит тоже странновато потому что она не вся цветная контрастный а половина то есть вот из этой пятки это пятка подкованными как называется эту пятку лучше конечно не вязать цветной ниткой и вижу я эти носки по описанию тани курочки в инстаграме она есть и еще один процесс который у меня с октября еще тянется вот такой вот кардиган который я начала вязать еще до рождения мии я его вижу или у меня довязано тело до полоски жаккарда там будет полоска жаккарды потом резинка ну и рукава соответствует такие же лицевая гладь жаккард резинка долгостроим на такое вообще-то в руки не доходят но я думаю что я на этой неделе наверное хотя бы хоть что-то свяжу у этого кардигана потому что у меня со следующей недели начинается потрясающий проект про который я буду рассказывать в другом видео но я сейчас на этой неделе новых процессов скорее всего начинать не буду потому что мне еще есть что докрасить мне еще есть что довязать я бы хотела довязать это все носочки наверное поедут в подарок моей сестре в женск а кардиган ну вот уже следующем году только элечка будет носить все четыре работы было у меня в феврале не самый продуктивный месяц хотя с учетом того что у меня четырехмесячный ребенок наверное даже очень неплохо не знаю ну тихо ход я наверное такой только вы меня так не обзывайте пожалуйста в комментариях комментарии обязательно оставляйте мне нравится и пряжа у меня тут есть передо мной лежит пряжа которую окрасила в этом месяце тоже немножко быстренько расскажу вот эта пряжа была как раз на повязочку покрашена красили мы ее с элечкой вдвоем секционно оставляя белые пятна она такая с полосочками розовый желтый голубой очень нежненькая пряжа получилось и я все-таки думаю что я наверно добью дани из нее себе повязку family lock будет у меня другой немножко стиль она будет меньше тоньше но мне очень хочется тоже такое что-то иметь дорогой еще в тот же день мы покрасили вот две таких пастмы на немножко охматая а вот конечно 37 опять себе сделали но не забирай а спроси кто прискрипцию выписал кто доктор вот такая секционная пряжа я из нее буду это носочная пряжа 80 75 75 75 меринос супер ваш милина и 25 нейлон 415 ярдов на 100 грамм это 380 365 метров 415 окрашена на крапинками и я ее миксую с элизе ангора гол чтобы связать или джемпер еще не человек штука образец есть готовимся к следующей неделе в этот же день мы покрасили вот такую насочную пряжу тоже очень красивая точно также 75 меринос супер ваш 25 нейлон и тоже она у меня покрашена секционно с частичным погружением в воду очень красивая пряжа и у меня к ней кстати даже компаньон есть только он другой немножко потолще там дикий вес да это 415 ярдов у меня на эту пряжу нет планов просто пряжи это пряжа на шапку или она покрашена градиентом от вот этого стального цвета к розовому достаточно яркого здесь есть моменты переходов градиента вот шапка будет начинаться серебряным цветом я думаю что я сделаю отворот но может тогда не хватит 100 грамм девушки кто вязальщицы пожалуйста подскажите хватит мне 100 грамм пряжи здесь 170 ярдов это значит 120 метров на 100 грамм супер ваш маринос в четыре ниточки крутка вот я думаю что мне хватит но потом что-то так посмотрела какие-то описания я хотел с косой шапку она будет не очень толстая нам не нужно толстого нужно достаточно легкая шапка но я хотела ее сделать все таки с отворотом и поэтому у меня здесь серебряная часть больше чем розовый то есть у меня вот само полотно было покрашена нитка вот столько где-то розового а вот все остальное вот это вот это было серебряным с учетом того что буду отворот делать но у меня появились сомнения хватит ко мне 100 грамм связать шапку с отворотом если у вас есть совет пожалуйста посоветуйте буду очень благодарна и последняя носочная пряжа который тоже я просто пищу я хочу из нее связать носочки себе конечно же или не себе себе это self striping яр яр она полосочки которые сами собой пажешь и полосочки складываются такими полосочками пряжа складывается в полосочки полосочки складываются полосочки и они будут не очень длинные поскольку секции окрасила короткие 1 2 ряда будут такие полосочки на цветочек красивый у меня вот прямо напрашивается название бешеная фуксия все это все мои готовые работы показала даже два своих процесса и я не снимала еще влог на этой неделе наверное получится у меня влог за один день и еще я хочу показать рассказать какие у меня совместные проекты происходят в жизни или будут происходить в ближайшем будущем и уже заканчиваются потому что совместных проектов марафонов у меня сейчас очень много действительно отнимают много времени чат и это очень здорово это очень весело очень люблю общаться но особенно на нашу такую любимую тематику до вязание но отнимает много времени поэтому повязать практически не хватает его не остается но меня все устраивает я очень рада мне очень нравится я создавала этот канал в том числе для того чтобы чувствовать себя частью комьюнити чтобы общаться на эту тему чтобы иметь аудиторию с которой можно пообщаться поэтому мне очень интересно что сейчас вяжите вы что вы закончили перечислите пожалуйста то что вы сделали феврале это очень классно самом деле вспоминать то что я сделал вот какое-то ближайшее прошлое для того чтобы appreciate yourself чтобы себя поблагодарить чтобы понять насколько ты плодотворно поработала как это здорово что у тебя есть готовая вещь за целый месяц ты его вот сделал поэтому очень будет здорово если вы напишите в комментариях что вы сказали в этом месяце и вопрос не в том что сколько кто больше или кто больше моделей или кто больше вещей или кто плечевых изделий больше или еще что-то или кто разнообразнее вопрос в том что я такая молодец я в этом месяце связала джемпер свитер худи только не назовешь но я такая молодец правильно связала этот ходе связала бактус написала по нему описание которое выйдет вот-вот после 8 марта связала блумерс и младшему ребенку который по которому сняла мастер-класс я связала повязку которую носит с удовольствием мой ребенок и я такая молодец и пожалуйста вот тоже напишите мне в комментариях что вы связали в этом месяце посмотрите на то что вы связали похвалите себя обязательно и я тоже большим удовольствием посмотрю почитаю и похвалю вас потому что то что это здорово творчество это классно и я желаю творческого месяца марта спасибо что смотрели это видео надеюсь вам было не скучно и увидимся в следующий раз пока